И в результате формируется где-то за пределами психического существа, это интегральное эго, а само психическое существо, облачённое в эгоистический покров, оно как бы находится вне поля нашего зрения, где-то на расстоянии, и это временное образование начинает эгоистическое образование подменять нашу истинную сущность, и подменять её оно будет вплоть до духовного рождения. Когда мы рождаемся в Духе, вот тогда и на первый план выходит наша истинная сущность. И редкие мгновения жизни человек пребывает в своём истинном существе или имеет с ним прямой контакт, непосредственный контакт, а потому мы крайне редко в своей жизни испытываем истинную радость, истинную радость существования, что мы просто есть без каких-либо вопросов, без каких-либо проблем. Истинное чувство любви мы практически не испытываем, поскольку мы не контактируем с тем органом, который способен это нам показать. Большей частью мы с вами бываем глухи голосу, внутреннему голосу, голосу психического существа, поскольку за трескотнёй нашего эго, за трескотнёй нашего витального, ментального и физического, который всплывает постоянно в активный ум, мы голос психического существа не слышим, практически не слышим. Психическое существо у нас подлинный хозяин. Это мы, себя не открывшие. И в силу незрелости сознания, в силу незрелости сознания нашего, мы принимаем, повторяю, наше эго за свою истинную сущность, за подлинного себя. И оно живо, если мы его действительно принимаем за себя, за то, что это есть мы, и оно живо, наше эго выдвигает свои претензии на право управлять нашим существом интегральным. Безусловно. И в результате человеческая жизнь, когда она управляется эгоистическими сущностями, превращается в череду разного рода беспокойств, тревог, а порой в сущий космар, со страхами, сомнениями, страданиями. Безусловно, это способно быть увидено и наблюдаемо нами, если мы действительно встаём на путь эволюционного развития. Ребёнок, маленький ребёнок, долгое время после рождения, новорождённый, какое-то время после рождения, имеет с психическим существом достаточно стойкую связь. И в результате жизни ребёнка полна искренней, спонтанной радости, он спонтанно способен радоваться, он может испытывать чувство любви, глубокое чувство любви, безусловно, к близким. И вот есть дети, иногда показывают по телевидению детей, которые живут в ужасных условиях, вот маленькие дети, там война, голод, нищета или ещё что-то. Так вот, они полны спонтанной глубинной радости, в них играет Бог, безусловно, они действительно дают нам основание говорить о том, что ребёнок, безусловно, до определённого возраста тесно связан со своей истинной сущностью. Ребёнок открыт истине, ребёнок открыт божественному влиянию. И каждый из нас, наверное, помнит яркие образные картины детства своего, помнит в мельчайших деталях памятные картины. Там могут быть и трагедийные ситуации, там могут быть ситуации радостные, можно даже воспроизвести это в памяти, закрыв глаза, в красках, в ароматах, конкретно, так сказать, действиях и лиц, которые пребывали в этот период с вами. Это память души, это память психического существа, то есть память психического существа, память нашей истинной сущности. Вот я уже говорил, что помнится не только радостные, но и трагические события, которые затрагивают душ. Потому что там, где принимала участие душа, где она выходила на первый план, где она воспринимала мир вибрационно, там в этих случаях памяти психического существа и хранятся эти воспоминания. Причём эти воспоминания образные, как бы голографические воспоминания, не просто память мозга, это память тонкая, память вибрационная, имеющая совершенно иной механизм, совершенно иное происхождение, в отличие от памяти биохимической, которой мы с вами пользуемся в нашем биологическом роботе. Даже тех, кто к концу жизни приболевает маразмом, статусским, такое тоже бывает, вот эта память, память на события детства, вибрационная память, память души, это никак не память мозга, она хранит эти события очень, так сказать, так ярко и образно. Это факт. Так вот, память психического существа – это хорошо отфильтрованная память на события, не имеющая ничего общего с памятью, которая хранится, повторяю, в клетках нашего головного мозга. В памяти психического существа сохраняется информация лишь о тех событиях, лишь о тех событиях, в которых само психическое существо выходило на первый план и принимало сознательное участие. То есть, на момент события оно было открыто и полностью было свободно от влияния эго. Эта память, ну, буквально какая-то голографическая. Следуя по пути сознательной эволюции, следуя по пути сознательной духовной эволюции, мы нарабатываем вибрационную память и имеем возможность, мы эту память как бы, ну, что ли, открываем, а потом эта память нарабатывается совершенно иным способом, это память, которая не тяготит, потому что память психического существа, она не носит такого тягостного характера. И мы имеем возможность, нарабатывая эту память, открывая эту память, Вернее, наверное, мы её открываем. Имеем возможность перейти на принципиальный иной способ функционирования сознания уже в этой жизни. Уже сейчас мы способны перейти от механистического способа существования к спонтанному существованию. Но для этого мы должны открыть новые возможности, новые границы, новый вариант, новые формы нашей памяти. Для этого надо родиться в духе, то есть открыть психическое существо и по возможности больше, а потом в дальнейшем постоянно в нём пребывать. Тогда мы заменяем полностью память, вот ту обычную человеческую память, биохимическую память мозга, на принципиально иной вид памяти. Вспомните слова Иисуса. Он говорил своим ученикам, будьте как дети. И сознание детей, безусловно, практически всегда пребывает в реальном моменте времени. Оно пребывает здесь сейчас, оно пребывает в текущем миге. А это означает, что оно контактирует с реальностью, то есть оно полностью пребывает в божественном. И вот в следующей нашей беседе, через неделю, мы с вами будем говорить о причинах наших неурядиц, с элитивистских позиций, выпадая из реального времени, мы теряем связь со своей истинной сущностью. Только тогда мы пребываем в реальности, только тогда, когда мы пребываем в текущем мгновении активном сознании, только тогда мы контактируем с своей истинной сущностью. Только когда у нас открыт поток, только тогда, когда мы соединены этим потоком с истинной сущностью, мы пребываем в реальном времени. Вот такие, так сказать, вариации. Наше ментальное существо замедляет течение времени, если мы живём преимущественно в ментальной своей сущности, если мы пользуемся умом, то психологическое течение времени у нас замедляется, и мы выпадаем из реальности. Если мы с витальной сущностью выходим на поверхность, если выходит на первый план витальная сущность, то безусловно, безусловно, это ускоряет процесс течения времени психологического, мы с вами тоже выпадаем из реальности, но в силу того, что её начинаем опережать. И наша с вами задача – вернуться в реальное время. Если вы меня слушаете сейчас, вообще-то, в ходе наших бесед, без внутренней полемики, без эмоций, без критики, то мы с вами в течение двух часов, если двухдневные семена, то в течение большего времени находимся в этом потоке, знакомимся с ним, и не только знакомимся, но в эти периоды мы, в общем-то, испытываем определённое трансформирующее воздействие этого потока на нас с вами, переслона в позитивном смысле. Так что смотрите, что вот эти слова Иисуса «будьте как дети», они действительно отражают сущность, сущность такую глубинную процессов на уровне психического существа. Как можно чаще быть детьми, которые даже во гневе бывают абсолютно искренними, у них не бывает неискренности. То есть дети искренние во всех, так сказать, проявлениях, и пребывание в реальном моменте времени для детей определённого возраста до какого-то возраста, это действительно пребывание в божественном. Но по мере взросления ребёнка связь с божественным утрачивается, безусловно утрачивается, происходит закономерная возрастная инволюция психического существа. То есть инволюция, оно закрывается, оно покрывается эгоистичными покровами, поскольку нарабатывается масса стереотипов, опять-таки, тех стереотипов при воспитании, обучении, там, и прочих-прочих, так сказать, способов взаимодействия с социумом. Ребёнок подсознательно бунтует против всего того, что вырывает его из божественной реальности. Вот мы с вами говорили, что игра сама по себе, игра ребёнка, это пребывание в божественном. Вообще, если человек играет, если человек играет, вот в творчестве играет, играет, так сказать, ну, спортивные игры какие-то, я не говорю там на интерес, а просто, так сказать, вот как таковое. Играем мы в медитации с вами, мы говорим, что вообще медитативную практику, которую мы с вами рекомендуем, медитативную практику, когда мы делаем, Это тоже должна быть игровая форма, не должна быть напряжённость. Сама медитация по освобождению ума от мыслей, она не должна быть заданной, она не должна быть жёсткой, она должна быть действительно игровой. И только тогда она достигает цели. Так вот, ребёнок по мере взросления подсознательно бунтует против всего, что вырывает его из божественной реальности. Он противится вторжению социума в его психику, противится воспитанию. И многие-многие моменты, связанные с погружением ребёнка в социальную среду, связаны с ломкой его психики. И если ребёнок глубоко увлечён каким-то творческим занятием, то процесс адаптации к социуму происходит не так болезненно, происходит менее болезненно. Ибо любой творческий процесс – это игровой процесс. То есть соревновательные вещи здесь абсолютно недопустимы. И теперь становятся понятны причины страдания юности, возраст 7-летний возраст, потом переход к 14-летнему возрасту. Так что это дело далеко не гормональное, хотя гормоны тоже играют определённую роль. Это, в общем-то, более-более как бунт против того, что ощущалось ясно, как связь, связь с чем-то высшим, безусловно, высшим, непонятым и пока неосознанным. И поэтому эта связь теряется. С наработкой стереотипов восприятия, поведения, стереотипов действия, ментального, витального и нашего физического эго, психическое существо ребёнка, по мере наработки этих стереотипов, оно постепенно эволюируется. И тонет в этих страданиях юности, вот это противоборство такое между истинной сущностью и таким напором эгоистических устремлений. И психическое существо на время, а у кого-то и навсегда, вот по мере взросления, в определённом возрасте, оно уходит, где-то вуалируется и уходит за кулисы видимой жизни. Оно где-то там становится, так сказать, далеко за кулисами. Но оттуда оно всё равно, психическое существо, как наша эволюционирующая сущность, оно всё равно руководит индивидуальной эволюцией. И большинство людей в течение всей своей жизни бывает так, что и не возвращаются к своей истинной сущности, которая с возрастом всё плотнее и плотнее замуровывается в коконе эгоистическом. Роль психического существа в руководстве нашей индивидуальной эволюции, в нашей индивидуальной эволюционной работе огромна, поистину огромна. Возрастная инволюция души у людей, которые искренне стремятся обрести истину, в которых зрелое психическое существо, которое, несмотря ни на что, пробивается сквозь эти эгоистические покровы, то возрастная инволюция души у таких людей – это явление временное. На какое-то время душа уходит за кулисы, на какое-то время она там находится, по сути, не давая о себе знать. Но со временем оно способно голосом, стремлением к истине пробудиться. Именно психическое существо, наше психическое существо, находясь в тени эго, не ущемляя свободу выбора через посредство закона кармы, вот такого педагогического закона, руководящего в нашей жизни, и руководит интегральным человеческим существом, способствуя в разных вариантах, в разных формах его эволюционного развития. То есть, здесь совершенно очевидно, обучающая роль закона кармического, вот этого кармического педагога, наш разум, наш ментал, наша жизнь, наш витал и тело наше физическое являются инструментами, повторяю, психического существа на физическом плане сознания. Используя эти инструменты для приобретения интегрального жизненного опыта, или эволюционного опыта, как хотите это называйте, психическое существо постепенно обретает силу, то есть оно растёт, приобретая индивидуальные эволюционные опыты. По мере обретения силы, по мере роста, психическое существо с определённого этапа вступает в глубокий психологический конфликт с нашей эгоистической сущностью. И тогда от выбора индивида, сознательно эволюционировать, или страдая и сомневаясь, и болея, прозябать в неведении, зависит его дальнейшая эволюционная судьба. То есть, с какого-то момента, с момента, так сказать, начала внутреннего глубокого противоречия между эго и психическим существом, человек уже сознательно должен сделать выбор. Либо он идёт по пути сознательной духовной эволюции, либо продолжает прозябать в неведении, и именно от выбора конкретного человека, и зависит его дальнейшая эволюционная судьба. Душа, или наше психическое существо, как истинное я человека, и есть эволюционирующая часть интегрального человеческого существа. Именно процесс духовной эволюции, или эволюции глобальной, происходит, так сказать, именно с этой сущностью. Ибо эволюция человека – это эволюция его души, истинной души, или эволюция психического существа. И эволюция души происходит в течение многих человеческих жизней. Это не однократное, так сказать, пребывание на Земле, безусловно. А потому, если мы с вами не примем как данность закон перерождения, закон реинкарнации, закон повторных рождений, он называется, так сказать, по-разному, по-всякому, перерождение, реинкарнация или повторное рождение, если мы этот с вами закон не принимаем, мы не сможем понять механизм эволюционного процесса, глобального эволюционного процесса. Без принятия закона повторных рождений, как данности, как факта, эволюция не имеет никакого смысла вообще. Не вообще. И говорить о ней просто абсурдно. Учитывая, что всё происходящее в мире, во Вселенной, вообще, так сказать, в частности, и с нами, в больших масштабах, абсолютно целесообразно, то нам с вами в этом исключить абсурд. Вот. Ибо появление на Земле людей в совершенно неравных эволюционных условиях, стартовых условиях, это, ну, действительно непонятно, непонятно, почему, насколько, так сказать, разительно контрастируют разные человеческие существа вот в своих человеческих проявлениях. Так вот, психическое существо в разных воплощениях приобретает совокупный эволюционный опыт, который где хранится? Который хранится именно в нашей истинной сущности, в психическом существе, в недрах её памяти, в недрах рибрационной памяти. И неоднократная смена душою физических тел с эволюционной точки зрения просто необходима. Вот. По-другому эволюционный процесс, он не может быть объясним, да он и происходить просто не может по-другому. С чем это связано? Вот в теперешних условиях, с чем вот связана необходимость пребывания в разных телах и в разных воплощениях. В теперешних условиях на физическом плане сознания время, отпущенное человеку для эволюционного развития, не так уж велико, так сказать, в таких больших масштабах, если мы будем рассматривать эволюционный процесс. Продолжительность жизни физического тела в среднем составляет где-то 70-80 лет. И чтобы удлинить этот срок, срок эволюционного развития, вот именно свыше был введён в действие закон, закон реинкарнации, ибо если уже несколько раз по 70-80 лет, то уже, наверное, есть возможность, есть шанс, есть шанс действительно коренным образом измениться. И в результате неоднократных повторных рождений, неоднократных реинкарнаций, психическое существо накапливает психологический опыт существования, подчёркиваю, психологический опыт существования, в самых разных жизненных условиях, в самых разных жизненных ситуациях, от королевской роскоши, там, или какой-то роскоши, так сказать, высшего сословия, до нищенского прозябания, то есть продвигаясь тем самым как-то духовного рождения к открытию в себе именно божественной сущности, божественной ипостаси. Разные варианты, разные педагогические условия в каждом воплощении обеспечивают рост духовный, обеспечивают кристаллизацию и развитие нашей истинной сущности. Именно душа, божественная душа, психическое существо является эволюционирующей частью человеческого существа. Оно не умирает со смертью физического тела, а переходит на другие тонкоматериальные планы сознания, там, где-то она, душа отдыхает, безусловно, и степень тонкости планы сознания, на котором пребывает душа, конкретная душа или конкретное психическое существо, между воплощениями строго соответствует уровню эволюционного развития. Вот как удельный вес духовного развития, чем меньше удельный вес, чем тоньше структура, чем более проведено в течение воплощения огранка психического существа, тем оно в более высших слоях и располагается во время такого своеобразного отдыха между воплощениями. Хорошо сформированное психическое существо, наработавшее стойкую вибрационную память, продолжает на тонком плане сознательное существование, но оно в ходе физического тела опять утрачивает. Но существование сознательное, психическое вещество способно сознательно существовать. Если оно хорошо наработано, имеет стойкую вибрационную память, то на тонком плане оно продолжает существовать сознательное. В новое земное воплощение, в новом физическом теле, оно берёт с собой, естественно, там и находится этот опыт, эту память, оно берёт с собой фиксированный в психической памяти опыт прошлых воплощений, любой опыт, там и негативный, и позитивный, именно этот опыт является некой основой для формирования программы, такой своеобразной программы реализации. Максимально эффективный, в следующем воплощении, которое обеспечивает рост души, рост психического существа. Когда речь заходит об ангеле-хранителе, говорят, ангел-хранитель, ангел-хранитель, то обычно под этим подразумевает какое-то существо, существо тонкого плана, где-то условно с крылышками, за нами оно находится, которое храняет наш покой, которое выстраивает нашу судьбу, ангел-хранитель, так понимается. Но кто же на самом деле является вот этим таинственным ангелом-хранителем? Я думаю, что теперь мы с вами можем дать ответ на этот вопрос достаточно простой. Мы сами, истинное наше я, наше истинное сущность, наше психическое существо и есть тот самый ангел-хранитель. Не надо искать никаких сущностей вовне, он в нас, но насколько мы с ним разделены, вот бывает, насколько сильно наше эго, насколько слабо бывает психическое существо в руководстве нашей истинной сущности, нам кажется, что его нет. Хотя на самом деле оно всегда в нас. И не надо никаких сущностей искать вовне, ответ мы находим в себе, и до тех пор, пока мы с ним не объединимся, уж тогда понятно, вот не надо никуда его ходить искать, мы с ним объединяемся в момент духовного рождения, и до тех пор, пока мы с ним не объединимся, он действительно рядом с нами, рядом с нами. У кого-то он дальше, у кого-то он ближе, это зависит от степени его замурованности эгоистическими нашими покровами, эгоистическими структурами. Вот об этом надо помнить. И голос его не такой громкий, а голос эго слишком громкий, поэтому мы за постоянно трендящими эгоистическими голосами и не слышим голос нашей истинной сущности. Так вот, наш ангел-хранитель, наше истинное существо, наше психическое существо, посредством тонкого кармического механизма, постоянно воздействует на интегральное человеческое существо. Постоянно, постоянно он на него воздействует. Особенно ярко это воздействие проявляется в критических ситуациях, когда требуется немедленное разрешение критических ситуаций, позитивное разрешение. Я думаю, что многие из нас способны припомнить или припоминают из своей жизни примеры ситуации, когда чудесным образом в самые последние мгновения бывает так, что кто-то помогает нам избежать трагических последствий. Когда психическое существо действительно выходит на первый план и буквально-буквально выдергивает нас из ситуации очень-очень сложной. Действительно, в эти мгновения, когда эти чудесные события свершаются, руководство нашей психической деятельностью берёт на себе психическое существо, и мы принимаем абсолютно правильные решения, либо делаем абсолютно правильные шаги в, казалось бы, безвыкновенных ситуациях, либо как-то складываются внешние условия с чудесным образом, которые помогают нам избежать трагедии. Мы, не сознающие себя, истинного себя, действовали как бы спасительно, ибо срабатывало на этот момент, на момент ситуации сверхсознательной интуиции. Мы прекрасно осознаём себя в физическом теле, мы прекрасно осознаём себя в витальном, то есть мы можем себя как-то с этими импульсами и существами каким-то образом отождествить, но крайне редко мы пребываем или осознаём себя в нашей истинной сущности, в психическом существе, который долгое время выступает за кулисами эволюции в качестве нашего ангела-хранителя. И лишь родившись в духе, и претерпев духовное рождение, мы понимаем, мы абсолютно понимаем, как факт это понимаем, что наш ангел-хранитель всегда был с нами, всегда был в нас, и не надо было его нигде искать, но он был действительно за кулисами, и мы этого не осознавали до момента духовного рождения. Когда мы стали им, когда мы с ним отождествились, когда нам полностью открылся, это факт действительно феноменальный, это одна из многих тайной эволюции. То есть, по сути, открывается, да, это одна из многих тайной эволюции, которую мы с вами способны открыть при следовании по пути сознательной духовной эволюции. То есть, мы способны это открыть, мы способны понять, что есть наш ангел-хранитель. Насколько это возможно, в условиях неведения, в условиях человеческого неведения, психическое существо, как некий режиссёр, как некий режиссёр, руководит нашей жизнью, нашим эволюционным становлением, даёт рекомендации, даёт частые подсказки, которые всплывают в нас в активном сознании. Однако, пока психическое существо не родилось, пока оно полностью не вышло на первый план, голос сердца, вот тот голос души руководящий, он практически не слышен, не слышен за трескотнёй нашего ментального, нашего витального эго. Мы его не слышим, этот голос. В жизни бывают ситуации, когда мы сами не понимаем, почему приняли то или иное решение. Бывает так по жизни, когда мы принимаем совершенно, казалось бы, решение, которое нелогично в конкретной ситуации. Ибо нам ум говорит об одном, витальное о другом, тело требует третьего, а мы почему-то, почему-то поступаем совсем по-иному. И этот выбор в дальнейшем оказывается единственно правильным, просто правильным. Судьбоносные события часто разрешаются вне всякой логики, они происходят спонтанно, вот так и всё, и никак по-другому. И к ним повелительно прикладывают руку, безусловно, наша истинная сущность, наше психическое существо, которое выстраивает нашу жизнь по сценарию наиболее эффективно способному подвести нас к практической реализации, для того, чтобы действительно выстроить нашу жизнь в том заданном варианте, который планировался, безусловно, нашей истинной сущностью, нами самими в конкретном воплощении, но, безусловно, нами забыт, поскольку мы живём в поле эго, в поле наших инструментов духа, но никак не в истинной сущности, до духовного рождения. У меня по жизни тоже были много всяких моментов, когда коренным образом в одно мгновение менялось направление моей деятельности, моя судьба, выбор профессии. Хотел одного, мыслил об одном, увлечён был одним, а почему-то менял в последний момент, в последнее мгновение коренным образом направление своей жизненной ориентации. Безусловно, психическое существо сыграло здесь роль, я сейчас понимаю, что мой путь, вот тот мой путь, который был выстроен, безусловно, в чём-то мною, да, наверное, но в большей степени, наверное, был вопреки тому, что я хотел бы на тот момент, но он выстраивался действительно таким чудесным образом. Я об этом, когда ретроспективно свою жизнь наглядывал, понял, что это единственный был возможный вариант, чтобы подвести меня к каким-то внутренним серьёзным кардинальным изменениям. Эволюционный опыт, приобретаемый психическим существом, в процессе многих предшествующих воплощений, не одного, а многих, безусловно, многих, используется в последующих воплощениях для корректировки кармической судьбы, кармической судьбы конкретного человека, конкретного индивида. Это преемственность в воплощениях, преемственность в воплощениях просто необходима, иначе эволюция невозможна. И эта преемственность состоится через что? Через посредство, опять-таки, психического существа. Психическое существо и есть, так сказать, вот тот орган, преемственный орган, который в эволюционном плане даёт нам возможность себя реализовывать. Христианская церковь твердит нам, что мы живём один раз, а потому надо бояться кары Господней, бояться кары за все прегрешения. Она говорит, будете вести себя хорошо, попадёте в рай, будете вести себя плохо, попадёте в ад. Очень простая детская формулировка. Всё просто, если мы раз живём, всякий человек в разных условиях живёт, раз умираем, и каждый в свою ячейку помещает. Словом, спешите попасть в рай, не попали, то вам крышка. То есть, другого шанса у человека не предвидится, исправить ничего нельзя. Что-то тут не так, какая-то, в общем-то, политика здесь. И действительно, закон реинкарнации, по сути, был отменён отцами христианской церкви в V веке под давлением императорской власти, судя по всему, светской власти. Потому что политика – это превыше всего, превыше истины. Держать народ в страхе, в повиновении таким способом, вот одноразового нашего пребывания на земле, удобно. Но сейчас эта уловка, в общем-то, наверное, уже не срабатывает. То есть, человек начинает задумываться более глубоко над смыслом эволюции, вообще, что такое эволюция. А как сам Иисус Христос относился к реинкарнации? Ответ на этот вопрос мы в евангельских текстах находим неоднократно. Там есть несколько примеров того, что он относился к этому вполне нормально. Вот тот яркий пример исцеления слепого от рождения к юношу. Ученики спрашивают Иисус, кто согрешил, учитель, этот человек или его родители, что он родился слепым. Но Иисус им отвечает, не он, не его родители не согрешили, он родился слепой, чтобы на то явилась сила Господа. То есть, родиться слепым ребёнок мог согрешить только в прежней жизни. И ещё Илья Пророк, вот тот, который по Ветхому Завету должен прийти и явить новую миссию Спасителя, вот в Ветхом Завете было написано, что он прежде должен прийти. Иисус говорит, да, он говорит, уже пришёл. Вот Иоанн Креститель и есть Илья Пророк. То есть, реинкарнация Ильи Пророка есть Иоанн Креститель. И ещё есть, так сказать, ряд таких моментов, которые действительно показывают вполне нормальное отношение Иисуса к эволюционному процессу, который и должен быть в таком варианте именно неоднократного посещения, неоднократного приобретения эволюционного опыта человека в разных воплощениях. В Индии теория реинкарнации была всегда в почёте. И именно эта теория, наряду с законом кармы, наряду с кармическим законом, сыграла с народом там тоже злую шутку. В эволюционном плоде люди стали пассивны. Получается так, что не успеем сейчас, делаем следующее воплощение, знаете, вот такая спячечка. И подобное настроение при естественной, в силу неведения, лености человеческого сознания, человек инертен, он ленив, она парализует сердечное истребление к эволюционному разбитию. Ну, не сейчас так потом. Вот сейчас поживу, а потом, может, что-то и получится. Не созрел, мол, ещё из одной касты не перешёл в другую. И в каждом воплощении, в каждой реинкарнации душа созревает, созревает, зреет, зреет, чтобы в какой-то момент человек сумел задать себе главный вопрос и определится в своём истинном предназначении. При созревании души, душа выходит, выходит, так сказать, вот из-под пудега, пытается вырваться оттуда и задаёт себе главный вопрос, и определяется в своём истинном предназначении. Душа действительно должна созреть, она действительно должна созреть, а созревает она в каждом из воплощений. Это процесс постепенный, и не все сразу зреют. Есть души молодые, те люди, которые пришли на Землю, вошли в эволюционный процесс позже, в силу разных условий, в силу разных условий, очерёдности определённой, вступали в эволюционный процесс, есть души старые, души, приобретшие уже значительный эволюционный опыт, есть души более молодые, есть души совсем молодые. Бывали периоды, когда население Земли было не так велико, было множество болезней, смертность была высокая, так что очерёдность воплощений тормозилась, там кто-то приобрёл больше опыт, кто-то меньше опыт. Надо понимать, что не все одинаковы в своём эволюционном развитии, не все одинаковы в потенциальном плане для духовных рождений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!